Приветствую вас, Анастасия. Извините, пожалуйста, Анастасия. Смотрите, то впечатление, которое у меня сложилось по прочтению вашего текста, это ощущение, знаете, какой-то такой несамостоятельности. То есть, мужчина перевел вас в другой город к себе. То есть, вы приехали к нему условно, а он вас почему-то перевел, при том, что у вас в том городе, где вы жили, была, вероятно, своя жизнь, был свой образ жизни, был свой круг общения, была своя работа, свои занятия. Ну, вообще, вся ваша жизнь была там, в том городе, вас перевозят в другой город. Вот не то, чтобы это прямо плохо, в жизни бывает всё, но хотелось бы знать, а вот вы, приезжая в другой город, ну, озаботились как-то организацией своего досуга, организацией своей работы, чего-то ещё. Потому что у меня по тексту вашему такое ощущение, что вы, ну, как-то, в основном, заперты в четырёх стенах. То есть, как бы, ну, можно сказать, конечно, что сейчас, вероятно, некоторые ограничения из-за пандемии, но вы говорите о полугодии, как бы, нахождения в отношениях. И мне кажется, что это не только сейчас. Тем более, что в середине года вроде как было немножечко полегче. Вот. Понимаете? Поэтому у меня ощущение первое, это ощущение самостоятельности вашего. Второе, это ощущение того, что вы зависите от человека полностью или, или большей частью. Третье, это то, что вы не можете опереться на себя, то есть, ну, вы не опираетесь на себя. Вот. То есть, как бы, вы пытаетесь опереться на мужчин. И четвёртое, это то, что вам не особо чего интересно вот именно для себя, в своей жизни. Вот. И пятое, это то, что вас очень сильно задевает, что у него мысли заняты в прошлой жизни. Почему вас это задевает? Я не говорю, что это, опять же, плохо. То есть, в плане того, что вас не должно это задевать. Нет, нет. Если вас это задевает, значит, уже задевает. Если вам это неприятно, ну, значит, уже неприятно. Тут момент больше про то, чем вас задевает. Как вы себя чувствуете. И самое главное, помимо мужчины и его проблем, если у вас что-то ещё в жизни, важно, значимо, интересное, ценное. Что касается человека, что касается его ситуации, то проблема есть, она довольно нередка. К сожалению, то есть, многие мужчины достаточно тяжело переносят, когда ребёнок, ну, от другого, да, не его. Вот. Задевается самолюбие, самооценка мужского эго задевается довольно-довольно часто. А здесь важно не какие-то слова и не время, здесь важно желание человека решать проблему. То есть, условно говоря, обращение к психологу. То есть, если человек не обращается к специалистам за решение проблему, при том, что это влияет очень сильно на вас, на ваши отношения и прочее, то, ну, человек, наверное, не очень заинтересован в том, чтобы эту проблему решать. И это уже, как бы, вот, звонёчек для вас. Но у вас, мне кажется, зло не в том, чтобы опираться, опираться на себя. Вам нужно, чтобы вот кто-то извне что-то вам гарантировал, чтобы, ну, кто-то извне подставлял плечи. Так это выглядит сейчас. Я не говорю, что вы по жизни такой человек, я не хочу так сказать. Я не знаю, но сейчас выглядит так, что вы зависли от отношений. Сейчас выглядит так, что вы потеряли всякую самостоятельность. И дело не в том, что, что у него есть прошло и Каперман живёт. Дело не в том, что даже после развода, мне кажется, прошло не очень много времени у него. И он рановато вступил в отношения, как и вы рановато вступили с ним в отношения. Это вот тоже. Дело даже не в этом, а в том, что по ощущениям, когда он перевёз в свой город, как будто бы единственное, что у вас осталось, и как будто бы кроме него большие возможности себя реализовать и почувствовать у вас нет. И в таком случае, да, вас будут душить осознавание того, что у него есть прошлая жизнь. Потому что, да, будет казаться, что человек, ну, как бы более богатой жизнью живёт, а у вас этого нет. И вам будет казаться, что у него-то кроме вас есть что-то ещё, а у вас кроме него ничего нет. И да, это действительно так. Ну, так чтобы-то что-то было, нужно для этого что-то делать. А чтобы это делать, нужно прислушиваться к себе, нужно опираться на себя. Вот. Чем я вам предлагаю заняться. Ну, то есть, как бы учиться, чем я вам предлагаю учиться. Вот. В идеале же мужчине нужно обратиться за помощью к психологу, хотя бы вот так вот на сайте. Вот. Ну, просто, чтобы получить какое-то представление о том, что происходит. В идеале, ну, можно записаться на индивидуальную консультацию к психологу. Тоже хотя бы на сайте вот здесь, как вы это сделали. И вам тоже. И, вероятно, в будущем вам вместо. Вот. Что касается интимной сферы, то здесь, опять же, есть масса, в этот момент. Я так понимаю того, что вас задевает, что человек вас не хочет. И, да, это, конечно, неприятно, но вопрос в том, насколько, насколько сильно вас это задевает и чем. То есть, опять же, опять же такое ощущение, что вы всё, вот всю, всю свою энергию, всё, что вас есть, ставить на человека. Знаете, это не совсем корректно, не совсем гуманно по отношению к себе, потому что с человеком может случиться всё, что угодно. Да? Вот. Что-то случится практически в любой момент. И если мы ставим себя вот в такую, прямо полную зависимость от человека, то мы же в нем растворяем себя, значит, теряем свою ценность, свою самобытность. И с кем тогда, с кем тогда наш партнёр будет строить отношения с самим собой, вот, подумать об этом. Повторюсь, я не уверен, что прав. Я не уверен, что всё действительно так, как мне кажется, потому что, ну, вы очень мало информации даете. В основном, вы говорите только про мужчину. Вы просыпя практически не говорите. Вообще. Ну, кроме того, что мужчина вас перевёз там в свой город и кроме того, что вам нет возможности сменить у вас квартиру и так далее. Хотя, вы же можете уехать в свой город обратно. Вот. Ну, не важно. И вы говорите о том только точно. Вас душит, вот, осознание того, что его мысли заняли просто жить. Вот. А что значит, душит, вы не говорите. Как вы проживаете эти чувства? Непонятно. Вот. Как вы относитесь к тому, что вас это душит? Непонятно тоже. Значит, быть именно с этого имеет смысл начать работу. А дальше уже будет более-более очевидно, как вам действовать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго удачи. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Он может послужить началом вашей работы над собой.